Иезекииль 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 44 главы И мы знаем, что Иезекииль много имел откровений, видений от Господа. И часть из них напрямую была связана с Храмом Божиим. И Слово Божие говорит нам такие слова, которые Господь обращает к Иезекиилю, а через него обращает каждому из нас. 44 глава, 4 стиха. Потом привел меня путем ворот северных пред лицем храма. И я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа. И пал я на лице мое. Я хочу сказать славу нашему Господу, друзья, что мы здесь, потому что Господь здесь. Потому что его присутствие здесь. И Слово Божие говорит, слава Господня наполняла дом Господень. И Христос сказал, дом мой, домом молитвы наречется. И потому, где собран народ Божий, молящийся и обращающийся к Господу, там жилище Бога нашего. Слава Ему. И Слово Божие нам дальше говорит. «И сказал мне Господь, сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему. И смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа, о всех законах Его. И прилагай сердце твое ко входу в храм, и ко всем выходам из святилища. Господь говорит, прилагай не только уши свои, да, но и сердце свое. Смотри глазами своими. Запечатлевай это не только в разуме, но и в сердце своем, что Господь говорит о постановлениях Господа нашего. И потому мы пришли в этот час, чтобы нам еще уразуметь волю Божию, чтобы Господь просвещал нас. Ибо Слово Божие говорит, святой досвещается еще, и праведный дотворит правду еще. И да поможет нам Господь видеть прямой путь Его, чтобы наши светильники были горящи, поправлены. И мы, как невеста вместе с Духом Святым, говорим, Дух и невеста, приди. Это их слова в ожидании Господа, чтобы и наши сердца ожидали Бога, приготовленные светильниками горящими и на всем месте, чтобы Господь научал нас, а наши сердца были открыты, расширены для Него. И очень важно, друзья, чтобы Слово Господне нам принимать для себя лично и быть готовыми от чего-то отказаться. И, может быть, что-то в нас уже давно сидит, укоренившееся, а Господь сегодня хочет выкорчевать это. И, как уже были сказаны слова братьев наших, что, когда мы приходим на огород, мы не срываем верхушки, да, и мы не косим сорняк, но мы выдираем его с корнями, потому что мы хотим, чтобы то, что там посеяно, приносило плод. И тому да поможет нам Господь, чтобы все, что ненужное, было удалено и выдернуто с корнями. А Господь благодатью Духа Святого сейчас приготовит наши сердца к этому. Будьте малиться.